Друзья, я вас всех приветствую, я очень рад быть на общение, все такие родные, знакомые. И просто даже я смотрю на вас, настроение-то поднимается и думаю, что действительно мы все в царстве возлюбленного сына. Просто бывает, мы это не осознаем, не ценим, но когда каких-то обстоятельств Господь нас помещает, для того, чтобы, ну например, друзья, чтобы понять некоторые вопросы, нужно сравнение. В пасмурное время мы понимаем ту цену-то солнца, в сухость понимаем ценность-то дождя, ну и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, я очень вас люблю, это говорю искренне, смотрю на хор, смотрю все такие родные, смотрю на зал, мы их узнаем, кого-то узнаем по тембру голоса, видим отец. Поэтому, друзья, все это для нас очень радостно и приятно осознавать. Друзья, я на это общение бы приехал, хоть даже бы меня и не поставили ту проповедником, все равно кто приехал бы, я планировал быть, потому что даже, друзья, в само общение оно говорит о чем? Что есть общение, есть общение, и каждому человеку, когда ты, какая-то частичка твоего сердца, ты когда-то о нем молился или молишься, друзья, то частичка, то сердце, она напоминает, напоминает, и когда ты встречаешь ту человека, ты искренне радуешься. Друзья, мы все находимся в царстве сына его, сына его, возлюбленного, через покаяние мы вошли в него, это единственная дверь в это царство, и поэтому мы сегодня хотим, кто еще не в царстве, мы хотим сегодня пригласить. И поэтому мы так рассказываем, и кто лучше знает об этом царстве, или больше знает, или больше вспоминает, тот об этом рассказывает. Друзья, одно из, я думаю, что кто больше в царстве, тот больше общается с царем. Наш царь, это единственный царь, который ходит по улицам города и спрашивает, чего ты хочешь. Вы видели такого-то царя, который оделся в простые одежды, чтобы не сильно отличаться от нас, он оделся в наше тело, оделся, да, он в наши простые одежды, и он так подходит. Каждому не гнушается ни прокаженным, не гнушается ни женщиной, которая сомнительного поведения, но он знает ее всю жизнь, и поэтому он к ней подошел, и знает, почему она такая стала, и к ней подходит для того, чтобы не просто ее обличить на своем фоне то святости, то праведности, друзья, а исцелить ее, исцелить. Друзья, Христос нам говорит, не судите этот мир, потому что этот весь мир то больной грехом, и Бог нам предлагает этот взгляд врача. Ну, знаете, какого-то врача, доброго врача. Ему он смотрит на этот мир, как на пациентов. А знаете, как на пациентов, смотрите, со снисхождением. Нет, друзья, вы не пациенты ни в коем случае, вы уже исцелившиеся, вы исцелились. Поэтому, друзья, нам нечем хвалиться, чем я отличаюсь от того, я просто прошел, я уже нахожусь на лечении, я лечусь, выздоравливаю, чтобы мне войти в Царство Небесное. Друзья, и вот одно из, или одно из, друзья, как узнать, что я в Царстве? Я похож на царя, да? Если царь ходит, моет по улицам и протягивает руку общения, к чему, кстати, фарисеи и книжники сильно возмущались. Они говорят, как ты ешь? Слово есть на Востоке означает общаться, не просто есть. Мы можем есть, но не общаться. А там есть и общаться. Но он не просто ел, он влиял. Он влиял. И не ценности на него переходили от общения, а он передавал эти ценности. Вот видно было, что человек тут пообщался с Иисусом. Было видно. Вы помните Петра? Когда тут женщина говорит, и ты был с Иисусом. А как она узнала? И речь твоя выдает в тебя. Поэтому, друзья, мы все становимся похожи на царя. И чем больше мы с ним общаемся, тем больше похожи. Друзья, и вот мне хотелось бы прочитать такой текст Евангелия от Матфея. Но мы все его знаем. 11 глава, 28-29. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим». Хотел остановить наше внимание. Иго. Иго моё благо, бремя моё легко. Друзья, это признак власти. То есть Христос этот властвует. Друзья, знаете, почему в последние времена нас возненавидят все? Знаете, почему? Вот сказано, в последнее время один из признаков времени. Нас возненавидят все. Все народы. Вы знаете, почему? Вот, друзья, я немножко начну издали. Это как вступление ещё. Значит, сказано, что вечная то брань у народа Божьего будет от васамаликом. Почему вечная брань? Вот с любым другим врагом брань есть, но временная. Почему? Потому что временные интересы и временная борьба. За территорию, за женщин, за... За что ещё? Вот войны. Подскажите из зала. За что-то войны идут. За... Ну, это территория. Вот говорят, если бы люди узнали истинную причину войны, то они перестали бы воевать. Вот представляете, ты воюешь, оказывается, ты воюешь из-за женщины. Представляете? Ну, ладно, друзья, это так. А вот, друзья, есть вечная, есть вечная брань. Это идеологическая брань. Так вот, друзья, сегодня мир приходит, что нужно воевать не за территорию, не за ресурсы, а нужно воевать за сердца людей. Мы как-то были на благовестии, и мы, знаете, сделали такую вступительную речь. Вступительную речь. Ну, навсегда что-то людей расположить, надо вступительную речь сказать. Мы говорим, друзья, нам от вас ничего не надо. И кто-то такой раз прокомментировал, говорит, да, конечно, вам ничего не надо. Вам не надо наши кошельки, вам не надо нашей одежды, вам не надо. Вы хотите большего. Вы хотите наши сердца. Друзья, сердца. Друзья, Христос говорит, я не хочу ничего от тебя. Ничего не хочу. Сердце отдай. Жизнь свою отдай. Друзья, ну, когда тебя вымогают или что-то заставляют и так далее, друзья, то, конечно, мы не отдадим. А вот, друзья, что мы можем отдать? Мы только когда, друзья, цену предложат. Цену предложат. Вот Христос предложил одну цену. Отдал свою жизнь сначала. Он предложил свою любовь нам. И вот, друзья, смотрите. Иго мое благо, бремя мое легко. Вот это признак царствования Христа. Как, друзья, вот, знаете, бывает, люди ходят, ходят сегодня, сегодня много конфессий. Мы сегодня слышали про лестницу, да? Так вот, кто же имеет право лестницу убрать? Какая конфессия? Кто же имеет право, друзья? Вот, бывает, человек приходит и ищет, где же Христос? Где же Христос? Друзья, Христос сегодня, сегодня Христос. Он в наших отношениях. Он сегодня в наших семьях. Он сегодня в наших... Друзья, один брат приехал в одну семью и говорит, интересная у вас эта семья. А я так, я на него посмотрел, думаю, как он определяет, интересно, неинтересное. Он говорит, ну, друзья, интересная церковь, интересная семья. А чем интересная? А чем интересная? Он говорит, вы смотрите в глаза. Друзья, вы смотрите только в глаза? В глаза смотрите? Конечно. Открытый взгляд. Друзья, у Христа, вы помните, взгляни на нас. Это после чего уже? После того, когда они очень долго смотрели на Христа. Очи Его, как пламени огненные. Ну, и очи Его... Ну, какие они очи? Друзья, не для того, чтобы нас видеть, то насквозь. А для того, чтобы, друзья, чтобы мы почувствовали Его любовь. Чтобы мы почувствовали, друзья, чтобы у нас ничего греховного от этого не осталось. Вот какие у Него очи. Так вот, друзья, и следующее, что... Друзья, мы открыты. Мы открыты. Мы общительны, друзья. Интересная семья. Есть ли открытость и есть ли общение? Друзья, интересно, откуда это? Друзья, иго мое благо и бремя мое легко. Друзья, мы сегодня, знаете, мы рассуждаем. Мы хотим, чтобы наша молодежь... Мы... Я так хочу, чтобы мы были все подвижные, мы все были в служении, в движении. Друзья, вы знаете, что приводит в движение нас всех? Что это приводит? А? Если я знаю, что меня любят. Если меня любят, я все в движение, кто приходит. Если молодежно... Я уверен, что после этого молодежного общения что-то захочется делать. Мы недавно встретились с молодежью, мне понравилось свидетельство молодежи. Говорит, я приехал на ваше молодежное общение. Приехал. Это вот о нашем, о петербургском общении. Я приехал на ваше молодежное общение, мне всю душу-то перевернуло. А что именно то перевернуло? Открытость и общительность. Открыто и общительное. Я после этого и хотел что-то делать. Я готов был даже к Николаю Ивановичу ехать. В тундру. Друзья. Готов, друзья, представляете, а что такое? Что привело в движение? Любовь. Друзья, если любовь, то хочется, хочется делать. Друзья, когда люди пришли к Иисусу Христу, это уже на судилище Христово. Вы помните? Христос нам открывает немножечко, говорит, что там будет? Он говорит, получите награду. Они говорят, а за что награду? За что награду? Он говорит, я был наг, вы меня одели, я был голоден, вы меня накормили, я был в темнице, вы меня посетили. Я был болен, вы мне лекарства принесли. Когда? Когда так было? Мы не помним. Мы не помним, когда так было. Действительно, тот, кто, для кого это естественно, он и не замечает этого. Бывает, знаете, что-то доброе, один раз доброе сделал и всю жизнь о нем рассказывает. Про наше поколение, про мое поколение говорили так. 15 суток было и всю жизнь об этом рассказывает. А те, кто по 10, по 15 лет были, они как-то скромно об этом говорят, скромно. Они не замечали этих уз. Они входили в эти темные, где ляск железа, как закрываются эти двери, там никто их никогда не смазывал и так далее. То есть, где все железное, все говорит о несвободе. А они там оставались тут свободны. И они благодарили Бога. И когда они приходят, говорят, расскажите про узы. Расскажите. Я еще помню, здесь Николай Ерофеевич Бойко был. Я помню его проповедь о совершенстве. И вот он говорил, говорит, говорит, говорит. Я помню, потом после проповеди мы к нему его окружили. Николай Ерофеевич, дай хоть прикоснуться к тебе. Ты ж, от тебя аж святость исходит. Там силы исходят. Дай хоть скажи слово. А он так, знаете, спокойно. Братья, братья, отмолитесь за меня. Молитесь. Ой, отмолитесь за меня. Я думаю, Николай Ерофеевич, за кого молиться? А ты должен за всех молиться. Друзья, вот так эти люди жили. Они такие были естественные. У них так все просто было. Друзья, они так легко говорили. Они легко говорили, потому что это было изнутри. Они находились в этом живом-то потоке любви. Их была вера движима. Не заставляем они были. Не из страха они что-то делали. Друзья, они делали исключительно из любви к своему Господу. Для них это, друзья, было естественно. Друзья, следующее. Друзья, какая радость нахождения этого братства. Давайте вспомним Иуда и Вениамина. Ну ладно, Иуда. Иуда пойдет впереди. Это всегда было колено сильное. От них и Христос во плоти, сущей над всеми Бог. Иуда! Иуда! Друзья, вот началась Иуда. Иуду Господь отделил. Друзья, вообще очень часто, если Господь хочет с человеком что-то открыть, ему хочет или хочет какие-то благословения через него начать изливать, Бог его берет, отделяет. Бог когда-то отделил то Савла и открыл ему Евангелие, открыл ему то Таинство, то в Церкви. Друзья, и вот Иуда пойдет впереди. Это было сильное колено, оно произошло от Иуды, от покаяния Иуды. Когда он сказал, ты правее меня. Друзья, на Востоке уметь признаваться перед женщиной, друзья, это особое отмужество. И сказать, ты правее меня, друзья, бывает в нашей жизни покаяться намного-то сложнее. Когда недавно было молодежное общение в Москве, и там был Гагик Мерзоян, и мы, так знаете, на него смотрели, как на героя веры. В то время он пошел в окоп, и он там говорил, он прославил веру Гагика Мерзояна, и говорят, если ты в этой вере, то у тебя вера хорошая. Он большое свидетельство является для армянского народа. И вот когда мы смотрели на него, как на героя веры, я слышал его интервью, у него спросили, Гагик, что самое-то сложное, что самое трудное в жизни? Он говорит, подумал, подумал, подумал. Мы сейчас скажем, подпулите, там еще что-то, молиться, сказать, не принимаю присягу. Ну что самое трудное? А он говорит, самое трудное было покаяться. Друзья, вот, друзья, самое трудное. Признать, искренне быть честным самим-то с собой, признать свою эту греховность. Друзья, вот что значит, самое-то-то сложное, от этого начало. И вот Иуда колено было впереди. Друзья, от них священство, ну и так далее, и так далее. Друзья, а вот при чем здесь Вениамин? Что мы знаем про Вениамина? Нет, не про нашего Вениамина. А где-то здесь Вениамин, он где-то был. Ну ладно, друзья, так вот, что мы знаем про Вениамина, друзья? Что мы знаем? Друзья, ну, какой-то волк ест, ест там что-то. Мы знаем, что это колено чуть не исчезло из-под небесной, Господь его спас. Мы знаем, что это колено уклонилось, уклонилось, друзья. Но вдруг это колено всегда было в том правильном, ну так сказать, в духовном остатке. Почему оно, как оно так правильно-то сориентировалось, а? Да, скажите, здесь была когда-то в хоре, в хоре, то пела Вера Ивановна Хорева. Ну я правильно-то сказала, да? Вера и Надежда было. Вот они были в хоре. Мария. Мария, ой, ой, это Мария и Надежда. И вот как-то, друзья, вот там мы, в том вот уголку, мы стоим с Надеждой и общаемся. Это было, наверное, последнее, последнее уже было. Я говорю, спросил сестра Надя, а как вам, вы столько пережили разделений, трудные времена гонений, и как вам удалось быть именно там, где Господь? Вот как вам удалось? Она говорит, очень просто. В нашей церкви всегда был духовный остаток или святой остаток, как Писание говорит. То есть люди, которые были, ну я знала точно, а не с Господом. Я это видела, благодеющую руку в их жизни, как Бог через них, кто действовал. И я всегда была с ними. Вот и все. Друзья, Вениамин такую же самую позицию избрал. Он находился на территории Иуды. Посмотрите, это на карте. Колено Вениаминова. Где? На территории колена Иуды. Друзья, вот как оказывается. Вот как они правильно этого сориентировались. Друзья, нам бывает сложно сориентироваться в нашей духовной жизни. Но если мы в царстве Христа, в царстве Христа, мы легко от этого сориентируемся. Понимаете? Главное в царстве Христа быть. А как ты так правильно сделал? Друзья, вы знаете, прошло время. Представьте, я пришел из мира. Дети для меня хвостики. Как, Юра, тут для тебя дети были? Нет? Нет. Юра, наверное, хороший был. Друзья, вот, друзья, для меня, друзья, дети хвостики. Хвостики. Зачем эти дети? Кому не надо? А сейчас 11. И мы сидим-то с женой и думаем, как мы такие мудрецы, а? То есть, как мы так вот, как мы так согласились на этот путь многодетности? Это ж вообще, это же обречь себя. Что я только не слышал про многодетных. Что это несчастные. Что это, какие еще там, малообеспеченные. Что это, ну, просто, ну, просто жалко смотреть. Вот эта мамочка идет, вокруг нее много детей, она бедная, уставшая все время, замученная. Где там весело смотрит будущее? Откуда там весело? Там такой взгляд. О, слава Богу, пришла. Друзья, какое там весело. Друзья, думаю, откуда эта мудрость? Откуда эта мудрость? В начале пути у этого юноши, юноши, откуда эта мудрость? А просто он смотрел, как поступает, как поступает Иуда. Вот, держись, Иуды, держись, и все нормально будет у тебя. Взирая на кончину их жизни, взирая на кончину их жизни, подражаете вере их. Держись, будь на территории, будь на территории любви, будь на территории служения, будь на территории посвящения. Друзья, сегодня мы часто говорим о личном пространстве. Друзья, личное пространство. Да нет, Христос на него вообще не претендует, на наше личное пространство. Он просто его говорит, отвергни. Друзья, наше личное пространство, оно нас загубит, потому что оно расширяется. Оно расширяется, а Царство Божье сужается. Друзья, Бог говорит, отвергни, оставь это свое личное пространство, потому что к старости устанешь от этого личного пространства. Будешь один сидеть в своем личном пространстве, и никому не нужен. Друзья, а если юность потратил на служение Христу, какой ты будешь востребованный? Старости, к тебе будут приходить с советом, звонить будут. Так, так, так. Так, откуда это? Потому что ты свое личное пространство отдал Христу. Друзья, Царство отдал Христу. Потому что иго его благо, а время его легко. Друзья, я услышал недавно на похоронах такую пропа. Свидетельство. Она говорила все время в одной тональности. Так, это Христу в тональности одной. Свою дочку она знаете, за что обличала? Она обличала вот так. Не кричи. А знаете, что такое кричать? Вот если бы я грамотный был, я бы сказал, в какой ноте нужно говорить. Вот она все время пела. Она пела, когда варила, когда мыла посуду, когда убирала в доме. Она занималась вышиванием. И когда вышивала, она тоже пела, 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 пела. И у нее такой голосок такой. Она и в церкви пела. Вот я говорю, сейчас молодежь какая-то поет. Кто поет из молодежи? Кто и в церкви поет? Они в церкви поют, они здесь поют. Они, наверное, и за рулем поют. Когда в машине едут, поют. Друзья, представляете, когда ты все время приучаешься петь. Приучаешь свое сердце петь. Ты потому и в семью приходишь. Милый. Ну, к мужу, да? Обращение. Мужья ведь любят, чтобы их вот уважали. Хочешь приобресть мужа? Просто уважай его. Говори с ним на одной тональности. А хочешь жену приобресть? Жена вообще она не любит, когда ее угнетают. Ей так-то тяжело. Так тяжело. Друзья, а когда муж говорит на одной тональности. Не, у нас не семейная. У нас подготовка к семейному. Друзья, на одной тональности. Мы друг друга. Ну, как говорить на одной тональности? Друзья, представляете, если ты гневливый, если ты ссоришься, если ты зло у тебя внутри. Как говорить? Друзья, нужно побольше говорить с Господом. Он же с нами говорит все время на одной тональности. Он с нами говорит, да? Или как? Он никого не угнетает. Это еще в книге Иова было написано. В 37. Да? Он никого не угнетает. Он никого не угнетает. Друзья, он никого не угнетает. Вот такое у него царствие. Никого не угнетать. А наоборот, тут давать простор. Друзья, мы знаете, никто из нас, вот говорят, кто не ошибается, кто ничего не делает. Начинаешь что-то делать, начинаешь ошибаться. То есть, вы представляете, Бог говорит, делай, но что? И не говорит, как. А знаете, почему не говорит, как? Он дает простор творчеству. Творчеству. Твори. Вот сегодня, вот интересно, да? Я так понимаю, проводите молодежное общение. А представляешь, если бы мы вот так сидели здесь, как строгие-то судьбы. Судья. Петя, у нас не так было. Петя, притормози. Петя. Петя такой. Он через каждый раз вот так вот оглядывался. Братья, я правильно сказал? Все нормально? Мы так, нормально пока. Все нормально. Друзья, вот Христос не такой, друзья. Христос хочет, чтобы мы делали без оглядки. Без оглядки. Без вот этого, знаете, вот этого... Только, друзья, подавая пример. Вот и все, что самое лучшее. Но не реагирование. Не вот такой, знаете, гнет такой. У него нету этого, друзья, гнета. Нету гнета. Так вот, друзья, вот мысль, мысль. Так вот, друзья, он никого не угнетает. Он никого не угнетает. Он хочет, чтобы мы были, друзья, делали. И даже если мы делаем и с ошибками. Скажите, мы когда делаем ошибку, что мы получаем? Опыт. Правильно, друзья, опыт. Да. Вот представьте, друзья, ну, в семье. Старый-то пример. Старый пример, но хороший пример. Вот вы когда будете уже семейные, у вас дети начнут что-то делать. Кто-то возьмет веник. Веник возьмет. Кто-то возьмет там молоток. Кто-то гвоздь. Я к одному... Прихожу к одному отцу. А он смотрит, у него дети все умеют. Ну, все умеют. Я говорю, секрет, почему твои дети все умеют. А он говорит, а вот в чем секрет. У нас была слесарная, шкафчик был слесарный. Там были все инструменты. Сверла, отвертки и так далее. И нашими игрушками были инструменты папы. Правда, все стены были просверлены, изрезаны и так далее. Но зато прошло время. Прошло время. А наш папа на все смотрел. Говорят, ну ничего, это будет слесаря. Это будут мастера. Друзья, но цена этому изрезана, избита, проткнута, сломана. А представляете себе отец. Это моя электродрель. Это единственная. Вот можно все брать, кроме этого, 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 этого. Они уже тут запутали, что брать, что не брать. Понимаете? Вот Господь, он, друзья, не такой. Он нету этого инструкции. Он говорит, делай. А как? Ну, спросишь, как? Расскажу. Ну, если ты делаешь, я не буду тебя все время останавливать. Друзья, он никого не угнетает. Никого не угнетает. Друзья, он дает нам право на ошибку. Друзья, а Самсон? Силы много, а пока еще мудрости маловато. Что сделаешь? Знаете, бывает, силы есть. А потом что? Все понятно. Друзья, вот сила есть. А он что делает? И полюбил он филистимлянку. Ну, красивая. Ну, что сделаешь? Полюбил филистимлянку. Друзья, ну, такой маленький комментарий. Но это было от Господа. От Господа. Друзья, Бог взял любовь к филистимлянам, обратил в ненависть. Друзья, и после этого первые от кого-то погибли филистимляне, филистимляне, когда он с ними этого соприкоснулся. Соприкоснулся, друзья. И Бог эту ошибку Самсона превратил. Нет, я не говорю, чтобы мы из мира брали сестер. Не, ни в коем случае. Женщин. Или там, или вот наоборот. И сказать, а, Самсон можно? А я это, Бог это вот обратит в благо. Я приведу еще одного чина церкви. Нет, друзья, нет. Не эта мысль здесь заложена. Здесь заложено, друзья, чтобы это было от Господа, друзья. Бог, бывает, наши ошибки превращают во благо. Друзья, Бог умеет. Бог знает, как это делать. Друзья, мы не знаем. Саул пошел за ослами, а нашел то пророка и царем стал. Друзья, ну вот так вот Бог умеет это превращать. Но с умыслом? Нет, он не с умыслом. Друзья, Бог, бывает, наши низменные цели превращают в высокие цели. Но только при одном условии. Друзья, если мы в царстве возлюбленного сына. Мы в царстве возлюбленного сына. Друзья, Бог, бывает, наши ошибки превращает и исправляет их. Друзья, вот так Бог делает. Друзья, но только надо быть в царстве возлюбленного сына. В нем нужно быть. Друзья, Господь и сегодня, сегодня к нам подходит. Сегодня говорит каждому из нас, чего ты хочешь от меня. Чего ты хочешь от меня. Друзья, каждый из нас искренне в своем сердце, он что-то хочет от Бога. Друзья, я знаю, что общее, мы сейчас будем говорить, панацея все решения всех вопросов или ключ решения всех вопросов, покаяния. Друзья, но я хотел бы сказать больше, не просто покаяния, а решение всех вопросов быть со Христом. Быть со Христом. А путь к этому, путь к этому, это такое слово, Господи, прости меня, я хочу быть с Тобой. Я хочу быть близко с Тобой. Я хочу, чтобы рука только одна была надо мной, не рука этого мира, не рука греха, а я хочу, чтобы твоя рука была благодеющая, любящая. А если даже ты будешь и наказывать, то это будет дозировано и ровно столько, сколько мне надо, ни больше, ни меньше, ровно для того, чтобы я исправился. Друзья, это рука, ведущая меня в небо. Друзья, вот такой наш Господь. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь от меня? Друзья, сегодня Христос к нам обращается. Друзья, кто-то хочет выйти замуж, кто-то хочет жениться, кто-то хочет иметь хорошую профессию, кто-то хочет получше устроиться в этой жизни. Друзья, но на самом деле наши вот эти близкие, эту цель, друзья, они по-настоящему будут озвучены, по-настоящему они получат хороший окрас и надобность, друзья, лишь только в том случае, если это все будет в руках нашего Господа. Господь знает, какая нам нужна эта профессия, Бог знает, какая мне нужна эта жена, Бог знает, какой мне нужен муж, Бог знает, какие мне нужны эти дети, Бог знает, где мне нужно жить, потому что Он определил место и пределы нашего обитания. Бог все знает, друзья, и поэтому Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Друзья, мы сейчас хотим спеть гимн. Этот гимн будет звать к покаянию. Друзья, кто на нашем служении ни разу не был, может быть, это немного людей, но они есть, кто не был, как мы, друзья, приходим к покаянию? Мы выходим сюда вперед и склоняемся в это колени, а мы склонимся вместе с вами. Друзья, еще хочу сказать, еще раз подчеркнуть, сказать, выйти на покаяние – это мужество, это действительно самый главный шаг в жизни. Поэтому, друзья, кто желает сегодня примириться с Богом, пройдите сюда, и мы вместе с вами помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!